МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известная украинская ведущая Жанна Бодорева и ее друг Андрей Бедняков очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на 100 долларов. Второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Андрей и Жанна бросают монету. И каждый раз все решает Орел или Решка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Мы на острове Шри-Ланка. Многие из вас до сих пор его знают, как остров Цейлон. Это цейлонский чай, цейлонские шикарные пляжи. Это шикарные цейлонские отели. Это шикарные, роскошные цейлонские автомобили. А, это все шикарно. Да, 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 да. Готово? Да, да. Орел? Решка! Надеюсь, ты поняла, что я пошутил по поводу роскоши на Цейлане. Малыш, я ее найду. Отойди, а то, по-моему, ты уже ничего не найдешь. Все, удачи. Хорошего поиска вам. Что же я буду искать? Шри-Ланка, или по-старому Цейлон, это вечный зеленый остров в Индийском океане, недалеко от Индии. Все знают о том, что здесь растет чай и водится славный. Кто-то едет сюда, чтобы расслабиться на райских пляжах. А для кого-то Шри-Ланка – идеальный полигон для экстрима и приключений. Как лучше отдохнуть на этом острове, мы и попробуем разобраться. КОНЕЦ 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 Так как дороги на Шри-Ланке – это в основном тропы и ямы, то для передвижения по острову я выбрала надежный внедорожник. Боже, мне так жарко, что я готова сесть в машину. О, Тойота как раз – прекрасная машина для путешествий. Главное, чтобы был кондиционер. О, как тут прохладно. Шри-Ланка начинается с Колумба – главного города страны, потому что только здесь находится единственный на весь остров международный аэропорт. Ну, если вас в аэропорту не встречает шикарная машина, вы, конечно, можете сесть в такси и уехать куда надо. Но, если у вас не так много денег, а из багажа один рюкзак, то есть самый дешевый вид транспорта в Азии – это тук-тук. Трехколесный тук-тук – это символ азиатской дороги. В тук-туках нет ремней безопасности, поворотники не работают. Зато в дорожном хаосе они чувствуют себя, как рыба в воде. Итак, Колумба. Первое впечатление от города – шум, пыль, жара и хаос. Я приехал на главную улицу Колумба, в центре центра. Она так и называется, эта улица – главная улица. Колумба больше всего напоминает один сплошной базар. Такое ощущение, что все жители Колумба заняты либо продажей фруктов, либо вождением тук-туков. Что же можно посмотреть в Колумба? Здесь есть парочка симпатичных зданий в колониальном стиле, башни с часами, индуистские и буддистские храмы и настоящий шедевр скульптурного искусства – памятник телефонной трубки. Очень красиво. Как бы экзотично не звучало название Колумба, воображение он не поражает. Колумба – типичный азиатский город. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей, 90. А сейчас, внимание, главная площадь Колумба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Площадь хоть и главная, но выглядит, как вытоптанный пустырь. Шарики продают, вертушки какие-то, ряды киосков. Зато флаг есть красивый. Большой, развивается. Ну, сразу видно площадь. В общем, я понял, что в Колумбе все так. Главная улица не похожа на главную, а главная площадь не похожа на площадь вообще. А упирается площадь в океан. Правда, ни набережной, ни пляжей здесь нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В пыльном и шумном Колумба тяжело представить себе, что Шри-Ланка красивый остров. Поэтому я долго не задерживалась в городе, а поехала прямиком туда, где чистейший океан, дорогие курорты и бесконечные белые пляжи. Сидя на пляже, настоящей Шри-Ланки не увидишь. И настоящие путешественники приезжают сюда совсем не за этим. Самый кайф на Шри-Ланке – это приключения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На мотороллере под диким джунглем. Слоны и удавы, заброшенные деревни и древние храмы, ночевка в палатке и кокосы на завтрак. Именно так я и проведу свой уикенд. Пусть некоторые гоняют на мотороллерах по лесу, а мы с золотой карточкой считаем, что лучшие на Шри-Ланке – это пятизвездочная вилла, пляж и дорогой коктейль на берегу океана. Всего в часе езды от Колумба находится известный курортный город Бинтота, где райские пляжи. Там я и собираюсь снять отдельное бунгало. Я вполне успею сделать кружок в 200 километров по диким местам вокруг Колумба. В первом же городке Кири-Бат-Года я встретил заклинателя змей. Выглядит эффектно. Вот это вот знаменитые на весь мир заклинатели змей. Помните, в мультиках показывали, когда вот на трубочке дует, вот так вот дудит. Дуру-дуру-дуру, и кобра вот так вылазит. Вот она она. Заклинатель змей — это сплошной обман публики. Во-первых, эти заклинатели ещё те же водёры. Они удаляют кобри зубы и ядовитые железы. Поэтому и играются с коброй, как хотят. Во-вторых, флейта здесь вообще ни к чему. Змеи глухие, и музыку не слышат. А просто повторяют движения факира. Смотрите, как он ловко крутит крышкой от корзины. С таким же успехом можно было бы играть и на саксофоне. На баяне, например. На балалайке. Искусству заклинания змей тысячи лет. Но сейчас это никакое не искусство, а обычное выколачивание денег из туристов. Ну, типа нашего фото с обезьянкой на набережной в Ялте. Стоит выехать из Колумба, как становится намного интереснее. Вот где настоящая жизнь острова. Проезжая мимо, я увидела вот этого молодого человека, который сидит на палке и на жердочке. Это вообще знаменитые рыбаки на весь мир. Местные рыбаки считают, что лучший улов прямо в пене при боях. А так как стоять на ногах во время прибоя неудобно, волной смывает. Вот они и вколачивают в морское дно палку. Из двух палок поменьше устраивают наверху жутко неудобное сиденье. На такой жердочке и сидят весь день. Я не понимаю, как это возможно, ловить рыбу в этих условиях. Самое интересное, много рыбы так не поймаешь. Максимум два килограмма. Но они упорно сидят на палке целыми днями. Короче, эти рыбаки больше артисты. Они ловят не рыбу, а проезжающих мимо туристов. Ой, мама, ой! Чтобы содрать с них доллар за потом. Мне с этим все понятно. Теперь задача номер один – слезть отсюда. Там вон уже начинаются чайные плантации. Подъеду поближе, посмотрю. Может, чайка выпьет. Цейлонский чай – это главное, что производит Шри-Ланка. Чайные плантации до этого я видел только в рекламе чая. Интересно, а как они в жизни? А в жизни они выглядят достаточно живописно. Ровные ряды небольших ярко-зеленых кустиков и обязательно собиральшицы чая. Собирают листья вручную в основном женщины. И зарабатывают они по два доллара в день. Правда, есть и дополнительный заработок. Фото с туристами. Вот так вот выглядят чайные плантации. И вот здесь вот растет этот чай. Вот женщины говорят… Ой, спасибо вам большое. Это вам. Это вам. Это для вас. Это для меня, это для вас. Вы больше собираете, чем я. Самое ценное во всем чайном кусте – это два верхних и тонких листика. Нужно отрывать только верхушку. Из них получается самый дорогой и ценный чай, который идет исключительно на экспорт и продается за большие деньги в Европе и Америке. Средние листики – это чай такого себе качества. Но это то, что мы все с вами пьем с пометкой «настоящий цилонский чай». А сами островитяне, несмотря на то, что живут в чайном раю, пьют откровенную дрянь из веток или даже корней. Но здесь еще можно к чаю найти себе сладенькое. А знали ли вы, мои юные зрители, что качество сорта чая напрямую зависит от высоты горы, на которой растут вот эти вот кусты? Чем выше гора, тем чай качественнее и вкуснее. Вот этот, например, такой средненький, потому что растет невысоко. Но вот если забраться вон на ту гору, куда я, собственно, сейчас не пойду, хотя нет, на ту не пойду, пойду пониже. Лучше пусть чай будет менее качественный, но... Ой, слушайте, кажется, я приехала в свой отель. Мой отель называется «Саман Вилас». Говорят, это самый респектабельный отель на всей Шри-Ланке. На входе всех посетителей встречают традиционным ланкийским приветствием Аюбаван, что означает долгих вам лет жизни. Вот так вот я заполнила анкету, и я себе снимаю виллу. Похоже, вот здесь я и буду жить. В моем отеле все постояльцы живут в одноэтажных виллах. И только у меня будет вилла, в которой два этажа. И оба они будут принадлежать... Стой ко мне. Ой! Ага, это и гардеробная, и ванная... На первом этаже небольшая прихожая и огромная ванная комната. И в ванной нет потолка. Вот так вот можно принимать сразу обычную ванную и солнечную. В принципе, я готова уже раздеваться и прыгать прямо туда. На втором этаже небольшая спальня. Так, что еще тут? Ага, балкон с шезлонгами. Цветы вази. Бурундуки бегают. Ох! А еще вараны и ящерицы. Отличные соседи. Мне нравится. Вот на самом деле, ради чего сюда все едут. Ой! Боже мой, какие шикарные пляжи! Несколько лодок, пальмы, солнца. Кокосы. И ни одного человека. Люди сочинили про этот остров красивую легенду. Что вроде бы именно сюда были изгнаны из рая Адам и Ева. В глубине острова есть гора и на ее вершине отчетливо виден отпечаток ступни. Говорят, это след Адама, когда он впервые ступил с небес на Шри-Ланку. Гора эта так и называется. Пик Адама. Ну вот, на самом деле, это действительно райское место. Теперь я сделала пометку. Пока вода не сходит или время эту надпись, вы его найдете без проблем. Крупных городов на Шри-Ланке мало. В основном это деревни посреди джунглей. В одной из таких деревень я решил сделать привал. Деревних народ редко видит белого человека. Им действительно любопытно. Как ты одет, как ты выглядишь и как ты говоришь на чужом языке. Извините, я хочу чай. Вот почему мое появление в деревенском кафе вызвало настоящий фурор. Хозяева даже пол кинулись подметать. Хоть я и попросил только чай, мне вынесли, видимо, самое изысканное угощение, которое только нашлись на кухне. Бананы, печенье, кокосы. А хозяин кинулся даже блины жарить. Будем откровенны, еще с колониальных времен в Азии остался трепет перед европейцами. Пообщавшись с этой семьей, я узнал, что кафе их семей любилась. И что по ланкийским меркам семья эта живет в достатке. Муж заправляет делами кафе, жена стоит на кассе, четверо детей помогают на кухне. То есть именно так выглядят и живут ланкийски обеспеченные бизнесмены. На прощание я дал этой гостеприимной семье доллар. В моем отеле я взяла заманчивую экскурсию в океан, понаблюдать за синими китами. Шри-Ланка самое подходящее место для наблюдения, так как киты проплывают здесь регулярно. По дороге к китам я увидела, как местные дети играют в странную игру. Правила игры такие. С завязанными глазами нужно разбить горшок с водой. Все бьют по очереди. И у каждого игрока вправо только на один удар палкой. Промахнулся – отходишь. Ждешь дальше своей очереди. Кто быстрее разобьет, тот и выиграл. Ну, логично? Саша! Саша, а куда мне направо и налево? Ты же мой человек, расскажи мне, Господи! Я буду сейчас швырять право и лево! Да? Господи! Подождите, подождите, подождите. Так, все, все, все. Ну, все, дети, пока. Меня ждут киты. Экскурсия выглядит так. В спасательном жилете на яхте бороздишь просторы океана в надежде увидеть синего кита. Ну что, ждем кита. Ждем фонтан. На каждом корабле есть локатор, на котором видно проплывающих китов. Остается только догнать их. Вот, 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 вот. Смотри, смотри, смотри. Увидеть полностью кита нельзя. Сначала кит несколько раз всплывает, чтобы подышать, а потом ныряет, показывая свой огромный хвост. Это значит, что кит набрал воздуха и ушел на глубину. И в следующий раз его можно будет увидеть минут через пятнадцать, не меньше. Представьте, одно только сердце кита весит тонну, а его язык тяжелее взрослого слона. Один синий кит поглощает в день миллион калорий. Это тонна креветок и планктона. Есть два факта про синих китов, которые лично мне очень нравятся. Первый. Киты однолюбие. Уж если выбрали себе кого-то в пару, то на всю жизнь вот так вот. И второй. Это то, что киты общаются. И звуки, которые они издают, разносятся на двести километров вокруг. К концу дня я заметил, что бензин почти на нуле. Не хватало остаться посреди джунглей без бензина и без воды. Я остановился возле небольшого продуктового магазина. Ассортимент обычный. Вода, батарейки, печенье. На мой вопрос, где ближайшая заправка, продавец неожиданно вынес литр бензина в старой бутылке от Кока-Колы. Вот так. Джунгли, первобытная природа, а без бензина не останешься. Заправки есть только в больших городах, поэтому в глубине острова народ заправляется именно так. Приключения продолжаются. Так что... Так что, друзья, друзьяки, друзьяки, друзьяки. В одном из сел дорогу мне перекрыло гигантское дерево. Вон оно. Прекрадила всю дорогу, никто не может теперь проехать. Дерево парализовало дорожное движение и повредило провода. Вся деревня осталась без света. Но для местных жителей это все равно, по-моему, праздник. Хоть что-то произошло. Найти недорогую гостиницу на Шри-Ланке оказалось проще простого. Вдоль туристического маршрута между Коломбо и городком Дамбула масса гестхаусов по 18 баксов в сутки. Гестхаус переводится как гостевой дом. Обычно это дом, в котором живет хозяин с семьей и сдаёт комнаты постояльцам. Извините, я хочу спросить вас. Для чего это значит? Москит. 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 Я не знаю. Москит. Нет. Ну понятно. Когда ты это выпускаешь, никакой москит тебя не выпустит. Ну все хорошо. Полотенце есть. Душ. Раковина. Все отлично. Мне все нравится. Вон это подходит. Окей, спасибо большое. Это хороший дом. Окей. Спасибо. Хозяин гестхауса рассказал, что можно заказать джип-сафари на слонов. Это поездка на джипе в те места, где можно увидеть слонов в естественной среде обитания. Слушайте, ну вообще круто. Я и поселился, и сейчас еще и слонов увижу. Нормаль, джан. Ну а мне захотелось поужинать на берегу Индийского океана. Для клиента с золотой карточкой персонал гостиницы все устроил. И столик вынесли прямо к кромке воды. И рыба у меня будет на ужин свежее, не придумаешь. Это эксклюзивный ужин. И вот стоит парень с удочкой. Он сейчас ловит для меня рыбу, прямо здесь ее приготовит и подадут мне. Вот так вот ужинают на Шри-Ланке. Поймал, поймал! Боже мой! Итак, сегодня у меня на ужин свежепойманный морской окунь. Вот такая, вот такая рыба! Вот она! Вот я и променял своего железного коня на другого коня. Чуть побольше, но не менее железного. В общем, я еду смотреть на слонов. Я заплатил за экскурсию и вижу настоящих больших слонов. Но мы поехали не в заповедник, а по обычной автомобильной дороге, соединяющей города. Можно было бы и не платить за джип-сафари. Ну, самостоятельно тут проехать. С двух сторон дороги дикая саванна. И если повезет, здесь можно встретить ее обитателей. А вот там дорога переходит по блин. Вот слоны, видите? Вон они идут. Ой, там малыш вот такой идет. На Шри-Ланке осталось не больше 10 тысяч слонов. Это если считать всех, и диких, и домашних. Пока моя рыба готовилась, мне принесли традиционные ланкийские блюда. Карри и рис. Это все мне одной. Кухня Шри-Ланки – это морепродукты, рис и специи. Много специй. Куркума, кориандр, чеснок, черный перец, перец чили, горчичные зерна, тмин, корица, имбирь, гвоздика. Все блюда местной кухни, прежде всего, ароматные и пряные. Беру по чуть-чуть, чтобы, не дай бог, вы понимаете, что немножечко спайси для них, для меня это практически перец. Красный перец. Чтобы они были живо-здоровы. Ой, и воды нет. А вот и моя королева. Она такая красивая и большая, что я даже не понимаю, с какой стороны к ней нужно подходить. Но, очевидно, нужно взять ножку. Как минимум, правильно? Сейчас. О! Я не знаю, видели вы или это, но молния только что была. Мясо прямо такое, ну, знаете, как вот, настоящее мясо. Ночью по дорогам Шри-Ланки лучше не путешествовать. Всякая живность активизируется. Скорпионы, тигры, питоны. Ничего себе! Жанны такого нету, я уверен. Там машина, отель хороший, еда хорошая, еда. Так я есть хочу, я так есть хочу. Так сложно есть, когда ты не понимаешь, что тут просто не молния, а какая-то подсветка. Так красиво. Ой! Вы видели? Ой, ой, прямо капает, 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 жабит. Слушайте, спать сегодня буду я, наверное, как убитая, потому что такой дождь тропический, тёплый такой. Ой, молния. Вот только приму ванну. Видели, какая у меня ванна? Красота. Ну всё, спокойной ночи. Если не есть иконы, значит, нет змей. Хорошо. Хорошо. Спокойной ночи. Ну всё, спокойной ночи. КОНЕЦ. ПОТОНОЙ. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Упс! Если вас сегодня утром разбудил чум грузовика и крики соседей, то, приехав сюда, вас утром разбудит чириканье и посвистывание птичек и чум океана. На следующий день я снова отправился в дорогу. Ой, я пришла на аэровидический массаж. Мне дали полотенце и нижнее белье. Все мы привыкли думать, что аэровидический массаж – это приятная музыка, ароматные свечи и ванная с лепестками лотоса. На самом деле, изначально аэровидический массаж – это лечение и включает в себя слабительные ванны, клизмы и кровопускание. Но если бы это все использовалось в современных спа-салонах, вряд ли бы кто-то к ним ходил. Вот и осталась только приятная музыка, ароматные свечи и лепестки лотоса. Знаете, я пока тут полежу, получу удовольствие, а вы посмотрите, что там бельяков делает. Хорошо, ну, что-то он как бы со стадолларами проконтролирует. Вот это вот пещерный храм Дамбула. Здесь самое большое количество статуй Будды. Как при всех буддийских храмах, рядом всегда шиваются обезьяны, бездомные собаки и заклинатели змей. Ни мужчине, ни женщине нельзя входить с открытыми коленями и плечами. Пришлось поменять майку на футболку и обернуть ноги в покрывало. Нельзя даже заходить обутыми и в головном уборе. А здесь вообще заставили еще и кепку снять. Ну ладно, правило есть правило. И, кстати, внутри ни в коем случае нельзя фотографироваться, стоя к Будде спиной. Коллекция этого храма стала формироваться еще 2000 лет назад. К настоящему времени здесь собралось 153 статуи Будды, 3 статуи королей Шри-Ланки, 4 статуи богов и богинь, а также больше тысячи рисунков Будды на потолке. Как и во всех буддийских храмах, Будда изображается с большими мочками ушей. Это потому, что до просветления Будда был принцем. Вел роскошную жизнь, имел много жен и носил тяжелые серьги с драгоценными камнями. Вот они и тянули ему мочки. Буддизм – религия терпимости ко всему живому на планете. Настоящий буддист никогда не обидит никакую животинку. Вот почему обезьяны чувствуют себя на территории храма прекрасно и комфортно. Хоть обезьяны воруют все вокруг и могут даже укусить, их никто не гоняет. Одно у них достоинство – обезьяны – прекрасные слушатели. Ну, по-разному все, братан, бывает в жизни. Она сегодня тебе говорит, люблю тебя, а завтра все, с другим уехал. На Целоне добывают десятки видов драгоценных камней и самоцветов. И я была бы не я, если бы не поехала своими глазами посмотреть, как отважные мужчины находят драгоценности. Боже мой, он такой худенький, маленький. Так раз, два, три, четыре, так быстро, быстро. Добывают обычно в вот таких глубоких шахтах. Там внизу ужасно дождь и жарко, поэтому рабочие меняются каждые полчаса. Раз за разом из-за рудника поднимают бедра с глиной. Потом эту глину промывают и находят кусочки лунного камня. Вот это он и есть. Это лунный камень. Найденные камни попадают в мастерскую, где их разрезают, шлифуют и инкрустируют в золотые и серебряные украшения. Этот рудник – крючок для доверчивых туристов. Все равно главная цель хозяев рудника – заманить вас в ювелирный магазин, который находится в конце экскурсии. Но раз уж я золотая карточка, могу себе ни в чем не отказывать. Кстати, символ Шри-Ланки является камень голубой сапфир. Мне он так нравится. Лишовый. О, по-моему, я могу купить своей мамочке хороший подарок. Как вам кажется, да? Так. Шри-Ланка – удивительная и очень экзотическая страна. Есть у нее и экзотические, непривычные нам опасности и природные явления. Ой, например, цунами. Слушайте, мне только что пришла смс, что, Жанна, возле вас сильное землетрясение было 8-9 баллов. Написали, что возможны цунами в Шри-Ланке, Сингапуре. Все началось, когда отдых подошел к концу, и пришло время ехать в аэропорт. По местным новостям сообщили, что в Индонезии произошло мощное землетрясение, и на Шри-Ланке возникла угроза цунами. Персонал старался оставаться спокойным, но среди постояльцев было заметное напряжение. Ты снял, что он побежал? Все ушли с пляжа. А руководство отеля посоветовало подняться повыше и подождать несколько часов, пока опасность не пройдет. Улан-Кийцев еще свеже в памяти цунами 2004 года. Тогда на Целоне погибло больше 10 тысяч человек. Слушайте, посмотрите вон на то дерево, которое за моей спиной. Оно полностью облеплено какими-то страшными черными созданиями с большими крыльями. В общем, это летучие собаки. Их здесь называют фруктовая летучая мышь. Вот так вот ласково, по-детски. Ой, не знаю, кто это на самом деле, но очень страшно, и в таком количестве я их никогда не видел. Поэтому вперед отсюда. Уходим, валим, валим. Ребята, давайте, сейчас гавкать начнут, цепи сорвутся, как загонят. Слава Богу, цунами к берегам Шри-Ланки сюда к нам так и не пришел. Штурмовое предупреждение уже снято, и самые большие волны, которые вы здесь могли увидеть, это вот такие. Поэтому, если, не дай бог, вы окажетесь в такой ситуации, лучше убегайте подальше, что я сейчас и сделаю. На всякий случай, уезжаем. Ну, а вот и финальная точка моего путешествия. Путешествовать по Шри-Ланке невероятно интересно. Здесь безопасно. Всегда можно найти дешевый ночлег, а местное население к туристам очень дружелюбно. Одно я понял. На два дня приезжать сюда глупо. Вы просто не успеете доехать до главных достопримечательностей острова. Здесь слишком интересно, и есть на что посмотреть. Дорогие друзья, напоминаю про наш клад. Говорю специально тихо, потому что тут очень, мне кажется, много желающих его забрать очень быстро. Поэтому поторопитесь. Все здесь, как всегда, для вас. Вот деньги, вот все координаты, вот бутылка. Все складываю. И поторопитесь, поторопитесь. На Шри-Ланке клад спрятан в поселке Кату-Курунда, что между городками Калутара и Берувала. Главный ориентир – отель «Рой-Вилла». Недалеко от него рядом с железной дорогой стоит одинокая трансформаторная будка, возле которой бетонная плита. Под плитой и лежит заветная бутылка. Задание сложное, но оно вам по силам. Я путешествую много, но только на Шри-Ланке я видел, как питон переползает дорогу, как слоны идут на водопой. Для городского жителя Шри-Ланка – это место, где можно найти дикую природу, авантюрный отдых и настоящее приключение. Ну, а мне кажется, что Шри-Ланка – отличное место для спокойного, уединенного отдыха. Что может быть лучше, чем лежать на райском пляже, ни о чем не думать и никуда не спешить? Я не понимаю, как это возможно ловить рыбу в этих условиях. Продолжение следует... Обезьян видел, всех видел, устал очень сильно, но это приятно узнал. Как у тебя дела? Ну, великолепно, и роскоши нашли, все нашли, китов нашли. Ну, в общем, все великолепно, главное, чтобы цунами не было, и слава богу, поехали домой. Взять! Где вы получите? Цунами, ну такой цунами, симпатичный себе мальчик. Ну, это... Ну, цунами... Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!